Меня зовут Антонина, приветствую вас на канале Дачный Сезон Круглый Год. Февральские окна, плюсовая температура, вот мой огород. Капуста кале, прекрасно себя чувствует, но все равно некоторые листья пожухли. Так что сказать, что там можно срывать всю зиму теплые листья, я не скажу. Или больше просто кустов, чтобы было. Вышла я сегодня на огород, чтобы произвести посев некоторых культур и вам рассказать, что это вполне возможно сделать в феврале. Так как земля не мерзлая, у нас в этом году практически зимы-то не было. Приморозит немножко до минус шести, а потом плюс пять, плюс восемь, дожди. Вот февраль, как себя чувствуют под зимние посадки лука. Практически весь лук зашел уже. Чесночок сидит более конкретно, даже и не видно, кое-где только видно. Хочу вот, ну вот есть немножко, но вот этот чесночок кое-где всходит. Сажала осенью я его с дочкой. И оставила три рядочка, чтобы произвести подзимний посев некоторых зеленых культур и морквы. Но как-то не сложилось. А вот рядочки остались. Сейчас я их немножко обновлю и посею. И хочу вам сказать, что это можно сделать и вам. Если земля не мерзлая, но вместе с тем по огороду можно спокойно ходить, чтобы не носить за собой кучу грязи, то произвести посев сейчас самое то. Влаги достаточно. Влага еще долго будет, еще и снег может быть и приморозит. То есть семена и стратифицируются, и напитаются влагой, и как можно пораньше с первым теплом начнут сходить. Я вам обязательно покажу вот эти февральские посевы, как они себя будут вести в начале апреля. Итак, приступим. Освежу рядочек, так как он немножко уплотнился. А нам еще нужно будет сверху присыпать наши посевы почвой. Поэтому рядок наш, заготовленный с осени, надо немножко взрыхлить. Видите, что даже грязь не цепляется к тяпке. Так что плюсовая температура еще та. Предвесеннее. Морковь я буду сеять сорт нанскую с тупым кончиком. При покупке семян моркови, надо обращать внимание, что ее можно садить под зиму. Высев грунт в апреле и в октябре. Ну а мы посеем в феврале. Для подзимних посевов, немножко надо посевы загущать. Чтобы дать какой-то процент семян на невсхожесть, скажем так. Ну что, сеем. Конечно же, когда приду домой, сразу же помечу себе на схеме посадок и посева в 2020 году. Где я что посеяла и какой сорт, чтобы не забыть. Глубина посадки обычная. Мы уже знаем с вами, что и лук хорошо зимует. Луковичками осенью посажены. Ну чеснок это мы уже давно знаем. И морковь, и укроп, и петрушка. Можно, конечно, сейчас еще и салат посеять. Он тоже холодостойкий. Но салат, он так легко сходит быстро, что его можно весной рано посеять. Рядочек морковки. Теперь будем засыпать его. Все делаем, как обычно, весной. Только это мы делаем в феврале. В февральские окна. В периоды потепления. Морковь мы посеяли. Можно чуть-чуть уплотнить, но не сильно. Дожди и снег сделают свою работу. Вот в такие февральские окна лучше всего сеять туго всхожие семена. Которые долго лежат в земле. Им нужно получить определенное количество влаги, чтобы они набухли и взошли. И если весной, особенно в сухую весну, мы посеем морковь или петрушку, то семена могут или вообще не взойти, или взойти минимум где-то через 3-4 недели. А то и больше полтора месяца морковь может пролежать. И только потом, после обильных дождей, обильных осадков, появятся росточки. Так что воспользуемся моментом. Освободим нас время весной для других работ. Их у нас всегда очень много. Поэтому я эту работу выполняю сейчас с удовольствием. Здесь тоже растет чеснок. И был заготовлен рядочек для петрушки. Как мы делаем? Освежаем рядочек. Рыхлим немножко землю и сеем. Петрушку я сею в свои семена. Особо с ней не заморачиваюсь. Но петрушку стараюсь высевать свежие семена. Она так лучше всходит. Петрушка двухлетняя культура. Первый год дает зелень, на второй год выбрасывает цветоносы. И дает семена. Но я последние несколько лет перешла на выращивание петрушки в однолетнем цикле. И так мне больше понравилось. То есть, произвожу посев семян под зиму или ранней, ранней весной. И она у меня растет, дает обильно зелень и уходит под зиму. А прошлогодняя посадка петрушки, после небольшого отрастания зелени весной, я ее выкапываю вместе с корнем. Мы же знаем, что у петрушки съедобный корень и очень полезный и даже лечебный. Так что петрушку прошлогоднюю мы съедаем весной. А за это время нарастает молодая посаженная в данном сезоне. Посеяла, засыплю рядочек. Посеяли морковь, петрушку. Осталось посеять укроп, чтобы пораньше был зеленый укропчик нашему столу. А здесь земля была более мерзлая, по сравнению с предыдущими двумя рядками. Укроп тоже собираю свои семена. Но тут уже можно сильно не беспокоиться. Двух-трехлетние семена укропа тоже хорошо всходят. Один рядочек. Если он будет широкий, не страшно. Рядом лук. Так что все будет хорошо. Ну вот, произвели февральский посев моркови, укропа и петрушки. Теперь ждем весны исходов. Ну что ж, на этом сегодня все. Всем вам желаю урожайных грядок. Всем пока-пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok